МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА БТР-82А. Современный бронетранспортер, предназначенный для доставки десанта и огневой поддержки личного состава, уничтожения живой силы и легкобронированной техники неприятеля. На вооружении белорусской армии бронетранспортеры с индексом 82А появились относительно недавно, с 2021 года, хотя история этой машины началась гораздо раньше. По сути, БТР-82А является глубокой модернизацией советской 80-ки, по сей день имеющей непререкаемый авторитет в войсках. Первые опытные образцы 82-го вышли из цехов Арзамасского завода в декабре 2009 года. Новые БТР вобрали в себя самые современные наработки конструкторов и проверенные временем узлы предыдущих поколений машин. А началось все в конце 40-х. Как класс, БТРы появились в советской армии сразу после Великой Отечественной. Для быстрой и безопасной доставки пехоты к месту боя были разработаны и запущены в серию легкий БТР-40 на базе грузовика «ГАЗ», а также средний БТР-152 на базе грузовика повышенной проходимости «ЗИС-151». Новинки, рассчитанные на перевозку 10 и 17 человек соответственно, быстро завоевали популярность в войсках. Впрочем, обе машины при всех своих плюсах имели ряд недостатков и главными были уязвимость и посредственная проходимость. И если с первой проблемой удалось справиться оперативно и практически безболезненно, то вторая потребовала кардинальных решений, по сути, создания новой машины. Так, в 1958 году появился привычный и до сих пор актуальный внешний облик бронетранспортера. Первопроходцем стал БТР-60, созданный в КБ Горьковского автомобильного завода. На четырех осях и с двумя бензиновыми двигателями по проходимости он был сопоставим с танком и мог с легкостью преодолевать не только окопы и рвы шириной до двух метров, но еще и плавать. А в спарке бензиновых агрегатов военные поначалу увидели своего рода преимущество. Даже с одним ДВС бронетранспортер мог продолжать движение со скоростью до 60 км в час. Следующим шагом в развитии бронетранспортера встал БТР-70. Внешне похожий он имел повышенные боевые и эксплуатационные характеристики, но по сути оставался лишь модернизацией исходной машины. Исправить ситуацию удалось только в 1984 году с принятием на вооружение БТР-80. В нем конструкторы полностью ушли от двухдвигательной схемы и заменили бензиновые агрегаты на дизельную установку. По опыту эксплуатации в горах Афганистана усилили лобовое бронирование, увеличили вдвое угол возвышения основного орудия – крупнокалиберного пулемета КПВТ. К десанту добавили большие двустворчатые двери по обоим бортам. За свою историю БТР-80 стал самым массовым бронетранспортером в мире. Он использовался практически во всех вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве. Активно поставлялся на экспорт и сегодня стоит на вооружении по меньшей мере 25 государств. На его базе создали целое семейство машин – командно-штабные, управление артиллерией, огневой поддержки со 120-мм орудием, медицинские для химразведки и еще массу вариантов. Серийное производство «Восьмидесяток» началось в 1984 году и продолжалось вплоть до 2011, когда на смену заслуженному ветерану пришла новейшая модификация – БТР-82А. «Восьмидесятдвойка» имеет стандартную, такую же, как у предшественника, компоновку с отделением управления в лобовой части машины, совмещенным десантным и боевым отделениями в средней части и моторно-трансмиссионным в корме. Экипаж БТР-82А – три человека. Командир, механик-водитель и наводчик. Бронетранспортер может принять на борт семь бойцов в полной экипировке в десантное отделение и еще столько же снаружи на броне. Посадка и высадка традиционно производятся через двустворчатые бортовые двери. Кроме того, два десантных люка расположены в крыше и еще пара индивидуальных у механика и командира. Уровень баллистической устойчивости корпуса БТР-82А остался на уровне предыдущего поколения машин – противопульным. Но конструкторы добавили внутреннюю многослойную кевларовую защиту. Это значительно повысило шансы остановить осколки с пробитием корпуса и в качестве бонуса снизило уровень шума, а заодно – теплопотери. Кстати, особенно оценят десанты экипажи наличие на борту БТРа кондиционера и отопителя. А еще в распоряжении экипажа появился автономный дизель-генератор, который питает основных потребителей электроэнергией, заряжает аккумуляторные батареи и снижает на стоянке заметность машины в тепловом и акустическом диапазонах. За счет современных и энергоемких решений в трансмиссии, а также благодаря новому двигателю, маневренность и проходимость нового бронетранспортера стала одной из лучших в своем классе. Восьмицилиндровый дизель выдает мощность в 300 лошадиных сил и позволяет заметно потяжелевшей машине, а прибавил БТР почти 400 килограммов, развивать скорость около 10 километров в час на плаву и порядка 100 на суше. При этом преградой для БТР не станет даже ров шириной до 2 метров или стенка высотой до 50 сантиметров. Бронетранспортер массой 16 тонн может на полных баках проехать порядка 700 километров или провести 12 часов на плаву. Традиционная система подкачки шин позволяет проехать 300 километров, даже если пробиты все 8 колес. Кстати, для продолжения движения БТРу в принципе достаточно даже 4. Задача БТРа – доставка личного состава к месту выполнения боевой задачи, но в случае контакта с неприятелем экипаж в состоянии поддержать десант огнем. Причем довольно мощным и эффективным не только против живой силы, но и против легкобронированной техники. С имеющимся на борту арсеналом БТР-82А легко может потягаться с любым из своих одноклассников. Для огневой поддержки подразделение БТР-82А оснащается унифицированным боевым модулем с электроприводами. В необитаемой башне установлена спарка из 30-мм скорострельной пушки 2А-72 с 300 снарядами и пулемета калибром 7,62 мм с боекомплектом на 2000 патронов. Пушка 2А-72 позволяет вести прицельную стрельбу по наземным целям на дальности до 4 километров, по воздушным низколетящим объектам до 2000 метров. Наводчика на А-82-ке вооружили комбинированным всесуточным прицелом. С учетом всех новшеств вести эффективную стрельбу из вооружения БТР стало возможным не только ночью, но и в движении за счет работы установленного электромеханического стабилизатора вооружения. На БТР-82А установлены новые, к слову, белорусские цифровые средства связи, которые улучшили устойчивость, скрытность и качество передачи информации, а также расширили возможности управления. На сегодняшний день в армию Беларуси поступили уже несколько партий новых БТР-82А. Часть из них пошла на комплектование частей и соединение сил специальных операций, часть стала в строй механизированных подразделений, где колесные бронетранспортеры заменили гусеничные машины старого парка. Субтитры создавал DimaTorzok